Друзья, привет! И сегодня у нас упражнение с молотом номер два. Это фронтальные повороты в положении ой и положении гиаку, то есть одноименным и разноименным. Это очень мощное упражнение для проработки в пилиметрическом режиме мышц кора. Прежде всего подключаются косые мышцы. И в большей степени, если сильные махи руками еще делать, подключаются зубчатые мышцы. Давайте посмотрим вариации, в которых можно это дело выполнять. Кстати, сразу договорюсь, что важна как прямая фаза, то есть скручивание, так и раскручивание обратной фазы. Очень важна. Кроме тех мышц, которые я перечислил, здесь подключается еще масса мелких мышц, которые особенно нужны файтеру в ударе. То есть это упражнение больше файтерское. Упражнение реально тяжелое. Если молот реально тяжелый, то упражнение изматывающее, мощное такое. Тем более, что подключаются те мышцы, которые в обычной жизни практически в таком сильном режиме не работают. Они даже в ударной технике в таком сильном режиме, в такой мощной самоработе не задействованы. А еще маленький момент. Чем ближе ведущая рука находится к самой кувалде, тем упражнение делать, по идее, легче. Опять же, чем руки ближе подведены к себе, к корпусу, тем упражнение делать легче. То есть, ну, тут очевидно все. Чем больше рычаг, чем на большем сорчаге мы разгоняем кувалду, тем, соответственно, будет останавливать ее тяжелее. И тяжелее стартовать в обратной хвазе. Мерси. Поехали. Значит, первое. В обмененную хвазе. Спереди стоит левая нога и ведущая левая рука. Взяли молот перед собой, делается поворот. И в обратную хвазу. Очень важное движение бедер. То есть, чтобы не руками махали вот здесь вот, в мой взгляд. А доворачивая все бедро. Как будто коснем траву. Мощный поворот. Чем ближе рука, как я говорил, тем делать немножко легче. Чем к себе руки ближе, тем делать легче. Потому что рычаг меньше. Соответственно, руки мы можем дальше делать тяжелее. Тяжелый вариант, когда от кувалду рука далеко. В другой стороне. Правая нога стерили, правая рука идущая. Почему важна как-то ревная фаза. То есть, фаза поворота беда, так и несобратная фаза. Потому что мы практикуем не только волну туда. И удары наружу. Такие как шуток, уракен, тэцуй. То есть, удар сюда, удар наружу. Сюда? Это боксерский вариант, когда задняя стопа становится наносом. Может, самое техническое. Это базовые варианты. Есть варианты более сложные. Варианты, которые уже выполняются, когда хорошо получается. Делаете вы их одновременно с перемещениями, с шагами. Будьте очень аккуратны. То есть, должно быть вокруг довольно много мест. Иначе вы либо кого-нибудь заденете, либо что-нибудь заденете. И расфигачите вот такой пувалдой все. Что только можно. Ей можно сокрушить любую стену. Смотрим. Значит, наименный вариант. Шаг делается той ногой, какая нога ведущая. А какая рука ведущая. Смотрите, можно делать, как я только что делал. То есть, идя вперед. А можно делать это стоги на месте. Потом возвращать ногу к ноге и делать снова шаг. Смотрите, сделали выпас. Шагнули назад. Другой на мой выпас. Шаг. Шаг. И так, смотрим. Это был одноименный вариант. И так же выполняется разноименный вариант. Когда шагаете вперед левый, а ведущая правая. И наоборот. То есть, правая нога спереди. Левая нога. Проворот. Наоборот. Если кто-то думает, что ты легко, он сильно заблуждается. Упражнение-то намного тяжелее, чем бить по покрышке. Гораздо. Кстати, кто-то спросит. А может, в горизонтальном положении стену можно побить молотом? Ну, если на ней закреплена покрышка, например. Здесь упражнение несколько иного характера. Это полиометрика в обе стороны. Если вы хотите, чтобы у вас была полиометрика только в одну сторону, тогда да, тогда можно работать только вовнутрь. То есть, делать сам удар. Но контрфаза здесь. Она вырабатывает прямо разноименный противоположный фаз. То есть, удары. Которые применяются в других ударах. В ударах наотмашь. И в блоковой технике. То есть, работаете и внутрь, и наружу. И внутрь, и наружу. Работают как раз мышцы кора, которые максимально добавляют силы в удар. В предовороте корпуса. В предовороте корпуса. Ну вот, такое упражнение разом с молотом. Обязательно смотрите дальше всю серию упражнений с кувалдой, разом с молотом. Обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Михаил Кшилов. Автор проекта Корректура.ру. И также проектов Долтершилов.ком, Будушин.ру, Макивара.ру и Блюда Глок.ру. И по скрипту. Есть еще один мощный вариант. Он самый тяжелый. Требует места побольше. Почему самый тяжелый? Потому что там осуществляется самый мощный разгон. Вы его делаете с амплитуды в шаге. Смотрите, как это выглядит. С проворотом через спину это делается. Смотрите. Это в одноименном варианте. Здесь у нас сочетается и одноименный, и разноименный вариант. То есть одно движение вы делаете в разноименном. Бам. Разноименном. При шаге, при повороте делаете шаг в одноименном. Разноименный. Одноименный. А так же, как вариация, есть вариант, когда вы делаете не вперед шагом, а в сторону предовороте. Так разгон тоже довольно большой. То есть следующим образом. Тут два разноименных варианта. Влево. Вправо. В одноименном такой вариант не работает. Неудобно. Нет правильного разгона. Все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok